семью народ с вами сильверс сегодня будем обсуждать тир лист в за за или же за на зон zero который позволит вам понять что выбивать из того что вы уже выбили или выбивать на будущее позволит понять какие персонажи адекватные с чем они сочетаются а главное какие из персонажей вообще в принципе имеют место быть мужчина на фоне уходи пожалуйста в общем полный тире за за на ближайших персов и тех персов которых сейчас можно выбить поехали но сейчас хочу вам представить крутую программку для пк и мобил у нее обширный функционал загибайте пальцы первая тема это улучшение пинга мы в в вышке в зажки в геншине и впрочем таком подобном жанре имеем соединение сервером напрямую и fps иногда скачет а русских серверов нет то собственно логофаст позволит вам простроить маршрут идеальный по сути как vpn но только он улучшает ваш connection и соединяет вас с сервером который находится ближе к игре то есть средний пинг со 150 200 упадет там до 80-60 то очень полезная фишка для тех кто живет не в москве например далее увеличение fps а поскольку эта программа следит за вашей видюхой процессором и прочими железками она позволяет вам оптимизировать ваш пк в данный момент под запущенную игру плюс к этому допустим она может настроить ваш процессор оптимизировать видюху ну в общем это конкретно нужно для тех игр в которых стоит лог fps поскольку в зазе стоит лог fps 60 если вы врубаете unlimited по крайней мере я на своем супер пока врубаю unlimited и выше 90 fps не вижу вот эта программа позволяет разлочить fps ну и собственно ее основная функция это бост игры вы нажимаете на ускорение она во-первых рассчитывает вам суперский пинг уменьшает потерю пакетов а ускоряет эту игру разлачивает fps показывает в реальном режиме вам температуры разных ваших девайсов и еще очень очень много всего в общем попробуй для пк игроков и для мобильных игроков существует бесплатный период по ссылочке в описании качаешь если понравится и поможет то по промокоду сильвия можно взять себе полгода месяц и даже год со скидкой в 30 процентов вперед так для начала стоит пояснить я сейчас вам показываю на собственно список терлиста и он будет разделен на три части это dps main или сабы в дальнейшем я буду объяснять под по каждому герою почему и не почему вот потом это персонажи которые хорошо играют по станам и потом саппорты соответственно из этого будет собираться пачка и так для начала стоит разобраться вообще какие типы персонажи у нас есть вообще в команде существует несколько сборок это сборка саппорт сап dps и main dps эта сборка саппорт станющий персонаж и main dps или сборка в два саппорта и одного main dps мы сейчас будем рассматривать конкретно персонажей по трем категориям это dps либо main либо сап dps это стан и это саппорт это три типа персов которые между собой будут сочетаться соответственно терлист сделан таким образом что вот вы посмотрели какой терлист dps ров посмотрели терлист станеров и терлист саппортов из этого втроем склепали себе команду разумеется по стихиям там идет разделение абсолютно рандомная и все зависит от того кого вы выбили первого но важно понимать что например некоторые сап dps и будут отлично играться с некоторыми саппортами и если у вас есть к примеру за спойлерю сразу акула девочка это лучший dps на данный момент она засчитывается и играется от комбо и зарядки то к ней нужен комбо сап dps либо какой-нибудь просто стан dps саппорт уже по желанию саппорты бывают разные у нас бывают саппорты которые дают бафы которые дают дебафы которые призывают кого-то на поле боя и так далее в общем сейчас разберемся а и да у нас в игре есть такое разделение в базовых параметрах как оборона нападение и поддержка на эти навыки можете не смотреть поскольку это все нарицательные слова которые по факту не отображают истину персонажа никак это просто классификация для того чтобы вам было проще добывать ресурсы для по того или иного перса и так еще одна тема вот s1 персонаж у нас дамагер это элен важно понимать что у героев есть пассивные навыки которые дают плюс урон или позволяют стакаться пассивные навыки зависят во первых от того какой у вас в команде с партнером сетап по стихии и по фракции потому что есть фракция вот например у элен у нее фракция виктория соответственно с ней будут синергировать ребята из фракции виктория либо ребята со льдом это важно понимать я в будущем про это чуть-чуть еще объясню но мы сейчас делаем терлист именно силы персонажей а не их сочетание если хотите про сочетание сделаем потом про сочетание так что элен s1 дпс р s2 грейс комбо шок сап дпс р она тоже рассчитана на комбо соответственно с акулой она очень хорошо будет заходить ее навыки позволяют бить по площади у нее очень крутой свап и она сап дпс р то есть она на поле будет проводить мало времени возможно сдать скилл возможно сдать ульту основное время она чисто свапается потому что здесь за геймплей идет именно от того что вы отражаете атаку врага и начинаете комбо комбо работает от отраженного союзника в кого вы отразили на поле выходит первый и после него запускается ротация комбо соответственно грейс это один из лучших сап дпс ров на данный момент если мы не берем станешь персонаж это важно иметь ввиду поэтому грейс s2 далее второй дамагер сап дпс ра накомата которая в случае отсутствия акулы может выступать main дпс ром это вот накома . девочка кошечка ее прикол в том что когда она позволяет себе доджить ее атака увеличивается на 30 процентов на 6 секунд соответственно то же самое происходит когда происходит ассалт это местное пробитие щита она повышает свой дамаг следующего ей к спешила на 35 процентов стакающийся до двух раз это отличный сап дпс р но она к сожалению физушник к сожалению или к счастью но в общем у некоторых мобов есть резист к физу отличный хороший сап дпс тоже с 2 следующий дамагер солдер 11 или же солдат 11 по русски отличный персонаж может выступать в роли main дпс ра но есть нюанс нюанс в том что у этот персонаж наносит увеличенный урон по застаненным таргетом поэтому она либо main дпс с стан персонажем про которых мы говорим позже либо сап дпс без увеличенного урона если у вас нет стан персонажа поэтому тоже неплохой с 2 ну не потому что она типа со станами работают ну что это как минимум легендарка с3 дпс ры это антоха неплохой дпс р у которого при нажатии спешила есть иммунитет к прерыванию то есть он в принципе может стоять лицом танчить моба который какую-то штуку кастует шоковый ну фиолетка тоже пойдет на первое время с антохой в ряду стоит пайпер тоже неплохой ассистер который имеет крутой баф при стаках своих x атак она стакает пассивочку которая достакивается 20 стаков дает увеличенный всей команде дамаг на 18 процентов неплохая тоже пойдет на первое время но сильно максить ее не стоит поскольку это уже с3 ну и с4 самый слабый из дамагеров у нас это били и корин поскольку у них нет каких-то отличительных способностей они просто могут закрыть дырку дпс ра в любом сетапе у них ничего такого особенного нет единственное что убили неплохие shift атаки с уроном и на высоких констах может быть он будет неплохим ауе плеером плюс ульта довольно взрывная ну а пила она как бы и есть пила из 4 дальше персонажи которые отлично играют по станищем таргетом по застаненным таргетом лико он топ-1 у него когда он хитает таргет который в стане увеличивается дэмэш мультиплеер аж на 35 процентов стабильный фростовик который подправляется в с1 тир демагеров которые бьют по застаненным таргетом s2 в урон станущих персонажах это коляда очень неплохой персонаж пиро станер но фишка в том что когда она атакует таргет в стане весь сквад получает прибавку к чей на таком на 35 процентов больше дэмэджа в таргета чей на таки это последовательные то есть скиллы здесь работать не будут ну хотя улика он у просто дэмэш мультиплеер увеличивается или кого он более эгоистичный это девчонка командная s2 стабильно s3 персонажи в станущих персонажиках это энби в принципе ничего особенного она единственный плюс в том что когда она dodge counter делает доджится от атак она получает доп экстра энергию то есть быстрее заряжается раз пять секунд это триггерится ну ничего в ней особенного нет это s3 и с ней наравне идет медведь к медведь к просто дает шилды и собственно бафает команду у медведя но опять же я бы тоже не сказал что этот медведь плох поскольку у медведя есть офигенный щит который дает критрейт на 16 процентов у медведя есть неплохой щит с его пассивки кор скилла ну то есть медведь в целом зайдет в любую пачку но стоит понимать что это фиолетка танк и дамага много от него стоит не ждать далее s1 саппорт рина шок ап и баф чем прикол кстати не сказал об этом ранее но стоит пояснить что у персонажа есть пассивки и вот пассивки например вот у этого персонажа она увеличивает длительность шока на таргетах на три секунды за каждого персонажа который есть в команде шоковый и когда шок и ними получают урон все сквад мемберы увеличивают electric damage на 10 процентов так вот это будет работать только если кто-нибудь из персонажей в складе в команде имеет тот же атрибут или ту же фракцию ну то есть из типовать у вас два саппорт там стоит соответственно это очень важная штука и сочетание персонажей будет на эту тему если вам интересно увидеть видос про сочетание персонажей и какой будет лучше профит они просто терлись напишите в комментариях 500 лайков наберем сделаем вот поэтому риночка очень хороший бафер в плане шок вы его и также s1 саппорт это сокаку в чем ее прикол ее прикол в том что она синергирует с акулой это лучший саппорт под акулу сейчас поскольку сокаку позволяет при консуме своего вортекса получить fly the flag это пассивка которая увеличит ice damage всего сквада на 20 процентов идеальный саппорт для любого ледяного персонажа а это может быть собственно антоха это может быть акула это может быть лико он это может быть любой в общем фрост персонаж который выйдет будущем это вот хорошие дополнения для него с 1 дальше с 2 у нас лет люси фишка в том что она призывает на поле кабанов которые будут ей помогать и кабаны если у кого-то в отряде с ней есть такой же атрибут то есть fire кабаны будут наследовать критрейт люси и крит дэмэдж люси соответственно этих кабанов можно оставить на поле боя переключиться в комбо они будут дпс то есть это саппорт ну как бы и dps в том числе ей надо билдить критрейт крит дэмэдж и она будет очень жестко дуплить с учетом этих кабанов даже не находясь на поле неплохой персонаж но к сожалению под fire для нее сейчас просто никого нет поэтому s2 ну и последний дпс р саппорт николь который тоже сейчас к сожалению не реализуется поэтому и с 3 поскольку в одни и нету дамагеров с ее атрибутом а она дебафер когда ее core пассивка разрабатывают ее кейс дает дебаф на всех врагов и все сквад мемберы наносят на 25 процентов больше урона и и стихии в течение трех с половиной секунд персонаж хороший персонаж есть у всех но к сожалению эфирных дпс ров сейчас нет в будущем может быть что-то поменяется в общем то вот такой вот терлистец вышел важно еще понимать что помимо того что вы знаете какие персонажи теперь лучше их еще нужно синергировать поэтому если вам интересен терлист именно сетапов напишите я распишу и покажу все сочетания а также если вам интересен сетап именно наших дополнительных вещей а именно как они называются здесь да я забыл даже амплификаторы тоже напишите потому что с ними вообще не все так просто вот кажется у акулы сигна это лучший выбор для нее но на самом деле нет там тоже свои заморочки есть поэтому по ним тоже стоп сделаю 500 лайков наберем и сделаю видосик конкретно по амплификатором спасибо за просмотр подписывайтесь на канал если вы желаете в донить в игру всегда это можно сделать на донатов . нет а я с вами на этом прощаюсь ссылочка в описании лога фаст попробуй не забудь вступив группы вк и вообще в принципе группы которые есть на свете вступает уже все бы вы